Прежде чем мы успели задаться вопросом, что ему здесь нужно, зачем он перешёл озеро в темноте один, прежде даже чем мы успели испугаться по-настоящему, Ира легко и быстро вскочила и, пошатнувшись совсем немного, потянулась и выдернула из сугроба топор, тяжёлый, сгнутый, исчерблённый рукояткой, Ив стала ровно между, отгородив нас, всё ещё сонных, раскисших, медлительных, отончутки, стоящего в десяти шагах, Ив сдёрнула подбородок, застыла, широко расставив тонкие ноги, топор, тускло поблёскивая толстым рыжим лезвием, слабо качался в её руке. — Поднимайся, — сказала я себе, — подними сейчас же, и оглядела вспаханное рыхлое пространство вокруг костра. Ноги совсем не слушались, ватные от страха и спирта одновременно, она была где-то здесь, совсем рядом, я только что её видела. Мне пришлось встать на колени и погрузить руку в холодную снежную кашу, обжёгшую пальцы, и только тогда я её нащупала. Толстое стекло уже успело покрыться невесомой ледяной сеткой, мгновенно превратившейся в воду внутри моей испуганной ладони. Но я ухватила бутылку, как могла крепко, за узкое скользкое горло, и с трудом поднялась, остро жалея о том, что мы столько выпили. — Идиотки, сколько же мы выпили! Кажется, нужно сейчас разбить её, непременно нужно разбить, иначе не будет никакого толка. Если просто ударить по этой крупной тяжёлой голове, бутылка всего-навсего лопнет, как лобовое стекло в автомобиле, просыплется на неострые одинаковые осколки. Вокруг, как назло, не было ничего твёрдого. До мостков не добежать далеко, а её нельзя, никак нельзя было оставлять там одну с этим её дурацким топором. Она и поднять-то его не сможет, наверное, не говоря уже о том, чтобы как следует размахнуться. Я перехватила бутылку поудобнее, ругая себя за слепающиеся глаза, за то, что предательски вытоптанная полянка медленно, тошнотворно вращается вокруг моей головы, за то, что каждое простое движение стоит мне таких чудовищных усилий. И шагнула к ним, замерзшим лицом к лицу, разделённым только невысоким бессильным огнём и оскаленной тощей собакой. И встала тоже, чувствуя жар, исходящий не от пламени, а от хрупкого узкого тела рядом, мечтая об одном — не упасть раньше времени. Ещё через секунду позади меня, отворачиваться, чтобы посмотреть было нельзя, вдруг захрустела, завозилась, и я почувствовала прикосновение, слабое, скользящее, где-то на уровне коленей. — Сейчас, — сказала Марина снизу, из-под моих ног. — Сейчас. Ухватилась крепче за нижний край моей куртки, потом за рукав, и выпрямилась, наконец, пошатываясь, не твёрдо, и осталась стоять рядом со мной, упираясь в моё плечо. Просто так, сама по себе, без бутылки и без топора, с пустыми руками. А за ней уже поднималась Наташа, подходя с другой, Ириной стороны. — Топором только не размахивай! — шепнула она неожиданно трезвым, недовольным голосом. И потом никто больше не двигался и не разговаривал. И глубокая напряжённая тишина, нарушаемая только шипением смолы в огне, разлилась и накрыла нас четверых и мужскую широкую фигуру напротив. Несколько долгих тревожных мгновений он не делал ничего, только медленно, внимательно рассматривал наши глупые, пьяные, беспомощные лица. А потом, когда ожидание сделалось невыносимым, произнёс задумчивым, неторопливым удивлением. — Интересные вы, девчонки. Я вообще-то ягод вам принёс. Он сбросил с плеча рюкзак, тяжело ухнувший нам под ноги, почти в самый костёр. Одна из вытертых матерчатых лямок обиженно съёжилась, как живая, словно стараясь держаться подальше от жгучих, стелющихся огненных языков, и тут же принялась чернеть по кромке. — Ягод? — тупо переспросила Наташа. — Как... каких ягод? Вместо ответа он опустился на корточки. Одним лёгким, неуловимым движением отдёрнул рюкзак от кострища и распахнул его. В плотных брезентовых недрах ярко-морозно сверкнуло красным. Запустив внутрь обе свои широкие горсти, он приподнял и рассыпал, подставляя нашим взглядом, рубиновые, заледеневшие шарики. — Брусника? — выдохнула Марина прямо мне в ухо. — Брусника! — повторила она, нараспев, мечтательно, с восторгом, и, оттолкнувшись от моего плеча, шагнула вперёд, неловко скользнув ногой по тлеющей, негодующе плюнувшей искрами головешке. — Да где же вы... где же вы взяли столько? — говорила она, уже падая на колени возле мешка, уже ныряя внутрь ладонями и ртом одновременно и осеклась только в самый последний момент, поднимая лицо. — Можно, да? Можно? — Кислая! — сказала она с восторгом спустя секунду с полным ртом. — Кислая руть! — и зажмурилась. Рюкзак оказался набить тяжело, туго, под самые верёвочные завязки. Ягоды, видно, были собраны наспех, в перемешку с омхом, подмороженными листьями, ветками и хвоей. Мы вычерпывали горстями и жевали, не разбирая, ломкие горькие ледяные брусничины пополам с листьями и иголками, и жевали, сидя прямо на снегу, и не могли остановиться, потому что три месяца подряд мы ели только рыбу и ничего другого. — Да погодите вы! — сказала Анчутка. — Что же вы её прямо так, замороженную? Горло заболит. — Хотя я смотрю, вам море сейчас по колено. Он засмеялся коротко, не обидно. — По поводу пьёте? Или так? Марина быстро выплюнула в ладонь жесткую лесную шелуху. — Форель! — скрикнула она, словно удивляясь тому, что у нашего долгого, наполненного разговорами вечера, действительно был повод. — У нас же форель! Мы её сами! Я сейчас! — и вскочила, покачнувшись. — Рыбу Анчутка запёк сам, отмахнувшись от нашей бестолковой помощи. — Вы давайте лучше продышитесь, девчонки. Сейчас мужики ваши вернутся, а мне оправдывайся, что не я вас поил. И мы послушно расселись вокруг, наблюдая, как он разгребает угли, как пристраивает с краю увесистый серебристый кулек. Есть не хотелось. Спирт, прозрачный ночной воздух, ровное густое тепло от огня убаюкивали, укачивали. И Анчутка в полголоса монотонно рассказывал, как скользнувшая с тропы снегоходная лыжа разрезала нехоженный, белоснежный, толстый слой снега. А там её густо-густо, целая поляна, девчонки, и ведь недалеко, совсем тут рядом. Закрывая глаза, я увидела и этот снег, похожий на взбитые сливки, и широкий красный разрез, словно след от ножа в боку пышного торта. Странно, что её не собрали. Чёрт их знает, не нашли, что ли. Обычно они тут по осени чешут ягоду, как комбайны. У них скребки такие специальные. Слышишь, раз махнул — и полкило сразу. Хотя, может, некому было чесать уже. Перемёрли, может, а то и разбежались. «Перемёрли», — повторила я про себя равнодушно, проваливаясь в уютную дремоту. «Перемёрли». И не было больше в этих словах ничего страшного. Как не бывают страшными сказки, рассказанные на ночь. Угли шипели. Лёгкий, едва уловимый аромат жареной форели, робко, опасливо разворачивался у нас над головами. И вдруг тот же спокойный голос произнёс прямо у меня над духом. «Опа! Здорово, мужики!» И я вздрогнула и проснулась. Вначале виден был только массивный силуэт. Безликий, неузнаваемый. И на мгновение мне показалось, что где-то совсем недалеко, в каких-нибудь десятках метров отсюда, за дрожащей и зыбкой границей рыжего свечения костра, пространство изогнулось, раздвоилось, и по ошибке выплюнуло ещё одну копию человека, уже сидящего здесь, рядом с нами. И что сейчас он подойдёт ближе и снова сбросит с плеча, набитый ягодами, рюкзак. Однако стоило ему подойти ближе, морок рассеялся, и я узнала Лёню. Он тяжело, со свистом дышал, словно большую часть пути с того берега ему пришлось бежать. Он быстро зло окинул взглядом нас, хмельных и сонных, и заманчиво скворчащую в углях форелину, и бессмысленно брошенную в сугробе опустевшую бутылку, разве что лишнюю секунду, задержавшись на Анчуткином улыбающемся лице, а затем нашарил глазами жену и дальше смотрел уже только на неё. Она как раз поднималась ему навстречу радостно и заговорила, «Лёнечка, ну где вы ходите? Мужа и рыбу почти!» и даже успела сделать шаг или два в его сторону, но он оборвал её, не дав ей закончить. «Иди в дом», — сказал он сухо, отрывисто. И эта короткая, в полголоса произнесённая фраза заставила её замереть на месте, как будто это были не слова, а глухой деревянный забор, внезапно выросший у неё из-под ног. Она сделала один резкий вдох. Похоже было, что она собирается сказать что-то ещё, но тут Лёня задрал подбородок и сделал одно едва заметное лёгкое движение головой, и она послушно повернулась и пошла. Он следил за тем, как она нетвёрдо с усилием шагает, словно взглядом подталкивая её в спину. И после того, как дверь за ней закрылась, повернулся к кончутке и произнёс с неожиданной, свистящей яростью, «Ты что здесь, сука, делаешь?» «Лёнька!» — раздался папин голос откуда-то из-за Лёниной спины. «Ну какого чёрта ты рванул? Дрова бросил! Кому их за тобой подбирать?» Появившись из темноты, папа тоже задыхался, как после долгой пробежки. Следом показались и остальные — Серёжа, Мишка, Андрей — уставшие, заледеневшие и встревоженные. «Да он просто ягод принёс!» — Наташа, тоже поднимаясь, и Лёня, не поворачивая головы, вскинул ладонь, как будто отгораживаясь от всего, что она собирается сказать. «Я говорю, ты что делаешь здесь?» — повторил он и принялся ждать ответа. И только дёрнул плечом, сбрасывая Серёжа на примирительную руку. Анчутка выдержал паузу. Долгую, в течение которой снова стали слышны тихие зимние лесные звуки, прерываемые только Лёниным сбившимся, захлёбывающимся дыханием. Потом поднял лицо, не поднимаясь на ноги, и снизу вверх посмотрел на Лёня. «Неправ», — сказал он серьёзно, без улыбки. Не подумал. «Извини, хозяин, я и побыл-то всего полчаса. Вовка брусники набрал детишкам вашим. Слышишь, поляну нашли под снегом и чего-то так обрадовались, что я с разы потащил. Надо было до завтра подождать». Он поднялся и протянул руку. И рука эта несколько мучительных мгновений провисела в воздухе сама по себе, отчётливо освещенная оранжевым светом костра. Наконец Лёня всё же пожал её. Они стояли друг напротив друга, одинаковые, большие, сердитые мужики. И в том, как были сцеплены их ладони, не было ничего дружеского, ничего мирного. Когда скрип Анчуткиных шагов растворился в темноте, Лёня вытер руку о штаны коротким брезгливым движением и сказал хмуро, как будто сплюнул себе под ноги. «Ну, кому ещё тут не ясно, что именно ему от нас нужно?» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова